После Зеланда пришла Марва Огонян с золотыми рецептами натуропатия. Опять же, с подачи Марины я чистилась откровенно и честно. По Огонян, то есть травяные сборы с медом, с лимоном. То есть вот эти вот условные голодания были? Да, условные голодания были у меня. Я делала это три раза, по-моему. По сколько дней? Или четыре или три. Но я себя не мучила, но по 7 дней. И было чудесно, замечательно. То есть я работала естественно, я утром наливала бутылку. Да не приятно, работала. Абсолютно, естественно. Я наливала с собой бутылку полторашку, брала ее с собой и попивала. И чудесно себя чувствовала, потому что очень сытный этот, очень сытный настой, этот очень. Вот, и абсолютно есть не хочется. Абсолютно. Вот, причем после вот этой Марины чистки, очень много в интернете о ней отзывов, как за, так и против, очень много. Да, потому что там клизмы и очень много клизм и так далее. Я скажу свое мнение, я руками, ногами за. Потому что я это прочувствовала на себе, потому что выходила после клизмы столько дряни. Конечно. Ну, причем при таком весе, да? Да. Это просто уму непостижимо. Вот, потом это все щадящее. Ты не мучаешь себя. Не мучаешь себя. Ты не, 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 что, а, я голодаю, боже мой, бедная несчастная, сейчас умру, дистрофия и так далее. Ничего подобного этого нет. Ты активная, ты бодрая, ты весела, и у тебя энергия, ого-го, мама не горюй, да. Да. Вот, вот я чистилась по Марве, причем у меня есть знакомые, которые по Марве чистились и до 40 дней. Вот, прям вот на этом режиме. Да. И причем энергии моря, и причем семья, и причем готовка, и причем огороды, и причем свой дом и так далее. Просто прет энергию через край. Теперь по Зеланду я пропила антипаразитарку, но это все была элементарная тройчатка. Вот, только тройчатку не заваривать, а порошком. То есть, перемалываешь, допустим, берешь то же самое, полым перемалываешь на кофемолке и порошком берешь чайную ложечку и запиваешь водой. Да, горькая гадость, можно заесть медом, можно заесть каким-то фруктом сладким, абсолютно без разницы. Ну, как бы, вот это я пропила, по-моему, тоже раза три. Я не видела, извините за подробности, никаких червей, никаких там гадов ленточных, я не видела, как в интернете выкладывают фотографии. Я не знаю, это, извините, как ковыряются в унитазе, я не знаю, я не знаю, нет, да, я не знаю, что это, как это. У тебя не было никаких шокирующих открытий. Абсолютно, ну, почистилась и почистилась. Какое-то, ты чувствовала какие-то изменения после этой чистки? После антипаразитарной, ты знаешь, нет. Вот и я тоже. Ну, это не значит, что ничего не есть, да? Да, да. Но явного такого резкого не было, да, как люди пишут? Не было. Из ушей вылазит, из носа вылазит, ничего мне не вылазило ниоткуда. Но! Я хочу сказать единственное, такая фишка. Я забыла про это. И несколько лет назад я вспомнила про это. Значит, я помню, что, когда я, допустим, сидела или лежала и в той же самой юности, да, и в детстве, живу, да, потом раз, что-то, дыр-дыр-дыр, вот так. Дыр-дыр-дыр. А может быть же перистальтика кишечек? Я не знаю, что это было, что это было. Но потом это все ушло. Не знаю, может быть, действительно там кто-то лазил. Я не знаю, я не знаю. Лучше не знать. Да, но было вот так. Значит, где-то я прочитала о сухих днях. Вот. И начала практиковать сухие дни. То есть... А вот на каком этапе ты начала? Чутко. Сколько? Спустя вот, вот ты начала сыроедеть, да? Спустя какое время? Ну, наверное, года два. Года через два. Как прошло, да. Может быть так. Вот. То есть четко у меня понедельник был сухой, сухие сутки. Понедельник. Без никто? Без никто. Без воды, без еды. Энергии намного больше, чем на обычном сыроедении. Да. Энергии больше. Я также активно работала, двигалась и занималась. Ну, я потом расскажу. Да. Да. Вот. Да, иногда были слабость. Тошноты у меня не было, насколько я помню. Но это изначально. Дурноты у меня не было. Ну, спустя два года, да, это хорошее. Ну, как бы, да. Вот. И то есть сухие дни, вот эти у меня в практике. Ну, сейчас я разленилась, каюсь. Вот. Ну, немножко это связано там с другими вещами. Вот. Ну, сухие дни я делаю. Это и по суткам, да? И длительно сухого ты не делала. Сутки, да. Полтора суток. Ну. Вот и все. Длительно, как люди делают, по пять, по семь, по девять и так далее. Да. Ну, что-то я не знаю. Я все делаю, знаешь, как я людям говорю и подружки мои знают, я делаю все по любви к себе. Да. Поддерживаю. Да. То есть там я смотрю много видео, я читаю, я слушаю, я знаю, что это хорошо. Что бывает. И есть такое, и что это здорово, и классно и так далее. Но я без насилия над собой. Ну, ты не чувствуешь пока, видимо, что тебе это надо. Да, за всем дней. Я иду, да, нет. Я иду по любви. От меня поотваливались все продукты, то есть поотваливались, да? Да. Значит, уже это не нужно. Да. И я, ну, жду, когда… Даже 300 раз кто-то пишет, что это прямо надо надо. Да, да, нет, нет. И я, допустим, там объедаюсь виноградом сейчас, да? Вот единственный виноград – дамский пальчик. Я его обожаю армянский. Он сладкий и сочный. Ну, это фантастика, да? Да. Я знаю, что там в нем и кислота есть, и глюкоза много. Глюкоза. Да, да. Может быть… Да, да, да. Может быть я его переедаю, но как бы я сама себе произношу, что ничего, это со временем уйдет, отвалится. Да, да. Вот просто я его вижу, и все, и у меня ступор, я его хочу. У нас сын съел за сезон винограда, вот когда кишмиш был, он съел два ящика. Единственный в семье. Ни я не могла есть виноград, ну, муж чуть-чуть. Ну, значит, так надо. Зато он так прочистился, что… Да, 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 да. Мама не жалит. И мне прихватывало в туалет так, что я бежала просто вот скачками домой. Вот такая у меня была очень сильная, мощная чистка. Да, да, да. То есть организм у нас самовосстанавливающая, самоочищающаяся структура. Еще давным-давно академик Павлов про это говорил. И это я вот прочувствовала себя на все 200%. То есть у меня была такая чистка, что я, извините, опять же за подробности, я ходила в туалет, могла ходить по несколько раз в день. И, да, то есть очень сильно организм чистился. А скажи, именно вот таких кризов, когда там начинается тошнота, турнота, рвота, головные боли, такого у тебя не было? Простуды? Сейчас тебе расскажу. У меня такая была история очень интересная. Ну, как бы тоже, наверное, будет интересно и для опыта другим. Все там спрашивают, как волосы, как зубы, как ногти, как кости и так далее. Значит, во-первых, я переломанная вся. Ну, до? До того, значит, у меня была очень сильная авария. У меня был перелом, у меня была операция левой ноги. Я ходила с аппаратом Елизарова почти год. Вот там последствия остались. Потом правая нога у меня тоже переломанная, гипс. Руки обе переломанные, гипс. И второй раз правую руку я сломала уже на сыроедение. Но, да, и еще и голова пробитая, сшитая. Ага, супер. Терминатор. Да, но я сейчас очень сильно увлекаюсь астрологией. Теперь я понимаю, что это, к чему. К чему это? То есть все не просто так. Все не просто так. Мы ходим под планетами. Планеты – это магниты очень сильные. И есть такая чудесная планета Сатурн, которая очень сильная. И она отвечает за изменения. За изменения в человеке и за развитие. Ну, это в общем, это краткое, ну и так далее. Да, я понимаю, это очень серьезная тема. Да, это серьезная тема. И причем сейчас эпоха Водолея. А у Водолея самая главная планета Сатурн. То есть мы сейчас все движемся. Почему сейчас вот это массово пошло викторианство, массово сыроедение. Люди семьями переходят. Я сначала не могла понять, что ж такое. Ну, мне говорят, сейчас такой период, такая эпоха. А с чем это связано, почему нет? Ну, почему? А теперь я уже это понимаю и могу это точно объяснить. То есть меня Сатурн еще в те времена, когда меня долбанул мотоцикл по ноге. Вот, то есть с тех времен мне Сатурн пихает, двигает. Давай, двигайся, изменяйся. Не сиди в болоте. Двигайся, меняйся. А я сидела круто в болоте и потом, значит… Не доходили, не доходило. Да, да. Я сильно не дошла вниз. Ну и пошла, пошла на развитие. Да. То есть я вся переломанная. Да. А последний мой перелом я сломала вот здесь в кисти, бежала на работу утром. Это был апрель месяц. И у нас в апреле месяце это было лет пять назад. Выпал снег, был мороз в апреле месяце. А я в мае собиралась куда-то ехать в горы. Ну, это другая тема разговора. Это мои теперешние занятия, увлечения. Вот. Я собиралась в горы, уже планировала там на майские праздники, туда-сюда все дела. И апрель месяц я бегу, и дорога как бы сухая, вот. А на обочине был лед. И машины ехали. Я шла по обочине, и там где-то был лед. Я поскользнулась и грохнулась. И опять же упала вот так, да, на руку. То есть у меня перелом очень сильный. Мне составляли кости. Да, ну, под наркозом, да. И когда мне замотали все это, когда все это со мной произошло, у меня первая мысль была, блин, накрылись мои горы. Это была такая трагедия для меня, просто был шок. Как же я буду сидеть на май, никуда я не поеду. Это безобразие. Вот. И, значит, когда мне замотали этот, поставили гипс чудесный, разлюбимый, я, значит, говорю, надолго. А мой врач говорит, ну, судя по вашему возрасту, где-то месяца полтора, минимум два. Пока зарастет. Да. Два месяца. Я предвкушаю. Да. Значит, ну, это было, по-моему, вот что-то, числа 11 апреля, где-то так. А проверили за шлифку, да? Да. То есть на где-то, ну, пальцы-то у меня вот так были, да, вот так гипс, пальцы были у меня, а гипс был вот так, по-моему. Вот, то есть пальцы у меня шевелились, то есть я пальцами с самого первого дня что-то там делала, абсолютно чётко. Значит, моё питание заключалось в чём? Натощак каждое утро кунжутовое молоко, это как доктор прописал. Ну, причём они мне там какие-то штаблетки прописали, я естественно не покупала ничего. Ну, как вот, что кунжутное молоко-то специально для… Я до этого пила и ела его иногда. А тут я чётко, вот это чётко было у меня, кунжутовое молоко. Причём тогда практически магазинов не было. Это был один единственный магазин у нас на Чеховой, Этичной, больше ничего у нас не было. И там, по-моему, мы выписывали вообще все продукты из Москвы, с интернет-магазина, и там оттуда я выписывала кунжут, он был не белый, не отбеленый, а сероватый, какой-то или индийский, или вот какой-то пакистанский, что-то вот такого плана. Вот, то есть я чётко пила кунжутное молоко утром, и обед, ну, в течение дня это была миска салата, причём, по-моему, капусту я строгала, да, ну, потому что там огурцов, помидоров уже какие-то там чего. Вот, капуста с морковкой я строгала, ну, и фрукты, всё. Причём этой рукой я уже там что-то пальцами, или тёрку держала лево, или как-то там что-то. Ну, в общем, я работала этим, да. И потом я с давних времён вяжу, то есть я что-то там вязала, в общем, всё нормально было. Вот, и ровно проходит три недели, и я понимаю, что это мне гипс, он мне вот уже вот так, он мне достал, вот просто он мне мешает. И я понимаю, что у меня там всё срослось. Чёткая у меня мысль, что у меня там всё срослось. Представляю, глаза врача. Да. И я прихожу к нему до майских праздников. А мне назначено там что-то было, что-то мне было там назначено перед 9 мая, я помню, то ли седьмой там, ну какой-то рабочий день. Да, да. Я прихожу к нему, он мне смотрит и говорит, а чё пришли, вам назначено тогда. А я говорю, доктор, я чувствую, что у меня там срослось, снимайте мне гипс. Вот честно, клянусь. У меня в стихушку не отправили. Вот слушай. Он так на меня посмотрел, почитал там историю болезни. Ну, думает, ну, наверное, тётя Ку-ку. Да. И говорит, ну, идите на рентген. Я, значит, сижу, а что-то там народу была тьма. Как раз все побились на этом льду. На прелиском. Вот. И, значит, сидит со мной женщина, мы с ней разговариваем. Она точно такого возраста, как я. У неё точно такой же перелом и точно такой же гипс. Она сидит на рентген. Значит, мне сделали рентген, я прихожу к нему, даю. Вот, значит, вот передаю, вот как было. Что же снимать на камеру, да? Да, да, было снимать на камеру. Вот я сижу, он стоит у окна, значит, смотрит. На меня, на снимок, опять на меня. У него глаза были, конечно, как блюдца. И он так мне говорит, слушайте, а действительно у вас всё срошлось. Вот, вот, вот это абсолютно как было. Это документально, да? Да, да, это вот так было. Что, сохранилось это всё, интересно? У них там, а я не знаю. Ну, в общем, мне снимают гипс. Причём я, я-то уже… Да, 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 я-то уже в гипсах была. Я помню все эти ощущения до середины, когда снимают гипс. Это больно, это непонятно, это неприятно. Особенно, когда полтора-два месяца ты в гипсе, да. Это очень всё сложно. Здесь мне сняли, и я пошла… Ты пошла? И я пошла, действительно, я двигала руку. Я, по-моему, на рынок пошла куда-то. В общем, абсолютно, абсолютно всё было нормально. И самое интересное, вот эта же женщина, с которой мы общались, я выхожу без гипса. Она сидит в гипсе. И у неё такие глаза говорят, о, вам сняли гипс. Надо же, я говорю, а вам. Она говорит, что? Мне сказали ещё полтора месяца ходить. Ничего себе. Да. Вот так. Насчёт других всех вещей, значит, ногти у меня всегда были на руках, вот, грубо говоря, в фламе. Слоились? Да. Моя девочка-маникюрщица, она, когда я к ней приходила, она всегда вот раздевала рот, у неё были глаза большие, я её всегда говорила, Наташ, ну, сделай хоть что-нибудь. Потому что ужасно слоились, ужасно ломались. Не росли особо, да? Все были какие-то покоцанные, все были на точках, на белых, были вмятины какие-то, ну, в общем… Ну, вот эта вот поверхность, да? Да, поверхность. То есть, вот, ногтевая пластина была вот в фламе, что я говорю. Вот, она там её бедная подпилит, вроде накрасит, чтобы не было видно. Ну, чтоб, да. Да, и как бы вроде нормально. Вот, на ногах так не было, а именно на руках такой ужас был. Вот, сейчас вот у меня вот розовые ногти, без маникюра, правда, вот, я не отпускаю когти, потому что мне это не нужно, я не люблю это, да. Я, естественно, их ничем не крашу, абсолютно, никакими лаками, всю дорогу, эти 7 лет, я не крашу. Единственное, мне иногда нравится, когда я загораю, вот, под загар, иногда этим прозрачным, прозрачным, но это буквально там на несколько дней, потом я это всё стираю. Потому что вот эти стёрки, вот эти, это вонь, жидкая, вообще, катастрофа, химия. Так, насчёт зубов, да. Зубы у меня тоже были в хламе, досые. Вот, то есть я уже, не помню, с 30 лет, наверное, их рвала, пломбировала, в общем, ничего хорошего там не было. Вот, ну, опять же, как считалось, что так оно и должно быть, нормально, потому что в семье то же самое, та же самая песня, у всех были протезы с молодости. Вот, ну и причём в те дни ещё, в те годы ещё была и стоматология, не так скажем, не на такой высоте, как сейчас. Да. Вот, поэтому была куча пломб, вот. Вот, когда я перешла на стоя, все эти пломбы вывалились. Угу. Чётко, все вывалились пломбы, абсолютно вывалились. И я ходила с дырками. Ты не пошла? Нет, я когда, значит, заделывала… А они опять, да, вывалили? Ну, те пломбы вывалились, потому что они какие-то были, там, материал какой там был, я не помню, старый, да, да, да. Нет, потом мне заделывали уже более с теперешним современным материалом, было всё нормально. И, значит, были какие-то из этих семи лет два года, когда я всю зиму питалась практически на 70% мандаринами и альпексинами. То есть меня вот торкнуло настолько, что я заходила в магнит, а именно в магнит я ходила, потому что там были мандарины-миньолы, которые с зёрнышками. И там именно продавались спилющие. Они дешёвые и спилющие. И именно там я покупала… Я помню, я их ела килограммами. Вот я даже… мне не нужно было, даже они у меня были, да, но я заходила в магнит тот же самый, я не помню, за туалетной бумагой… Да, и всё равно я их покупала. И я шла по дороге, я ужасно обожаю идти на улице есть. Ага. Да, но… Да, я знаю, что многие люди на сыроедении, ну такие скрупулёзные. Это ж надо вот… Все правильно. Да, вот так, это вот так, это вот так. У меня тоже плющит, мне очень тяжело. Да, я это не делаю ничего, я всё это знала, я всё это читала, что надо соды, что надо там это, туда-сюда, после каждого применения. Я это не делаю, я загубила зубы, хлам, они стали у меня рушиться, крошиться, выламываться, выпадать, вот, и, значит, я, естественно, пошла в клинику. Ну, значит, давай, сейчас я восстановлю для себя соки цитрусовые. Да, да. Не, ну, овощи там я, но вот это было прям… Нет, я имею в виду, что после массивного употребления цитрусов ты заметила ухудшение. Да не заметить было нельзя. Вот, то есть сломались даже передние зубы. То есть именно крошились в прямом смысле этого слова. Да. И крошились, и ломались… Нет, в чувствительности как раз вот то, что говорят оголённые дёсны там… Не было такого, да? У меня этого не было, нет. А именно вот сами зубы. И открылась там в одном месте как раз стоматология, думаю, и что-то так, думаю, дай пойду. И вот прям чётко попала удивительная врач. Хороший врач. Да, чудесная, вот прям вот чудесная. И я у неё спала. Клянусь, я в стоматической клинике спала. Вот. А… И потом она меня будила, говорит, Вика, просыпайтесь. Всё готово, да? Всё готово, да? Класс. Понимаешь? Ага. То есть мягкий, вот она начинает там что-то… А оно крошится у неё. Прям вот под… Вот это её скальпель или как-то там штучка такая… Оно просто крошилось. Она в шоке была. Она… Виктория говорит… Что? Вы проверяли своё здоровье? Я говорю, у меня всё хорошо. Со мной всё хорошо. Но я не говорила, я как там, я пыталась, что… Со мной всё хорошо. Она говорит, слушайте, у меня вот была одна пациентка, вот у неё такой, типа такой же вот было вещи, но у неё было плохо со щитовидкой. Может, там щитовидку проверить? Я уже стала соглашаться, говорю, хорошо проверила. Хорошо. Я проверю. Естественно, я никуда не ходила. Потом я приходила опять к ней, она говорит, ну так, намекала. Ну вы ходили? Ой, вы знаете, я говорю, так некая… Ну видимо, ей интересно было понять причину. Да, ей тоже было интересно. Вот. Ну вот, короче, вот рот я прям очень крутая. Очень. Ну прям… Угу. Ну то есть она тебе как-то это нарастила, да? Ну, во-первых, все эти пломбы и коронки старые, я же сказала, они все поотваливались, у меня ещё были металлические, эти жёлтые, то есть это опять одевались коронки, это лечились зубы, это одевались коронки, потому что под коронками не все портятся, гниют. Вот одевались коронки сзади, что-то там повырвалось жевательное сзади, а передние у меня просто вот чётко напополам, он мне сломался, раскрошился, то есть это лечилось. А лечится это, тут же дырка на следующем, и она… Я схожу, она говорит, ну как так, я же вот только… Я же вот… Вы только ж были, и уже у вас кариес. То есть вот это вот шло, очень сильное разъедание, да, то есть эти коронки, да, коронки… Ничего, никаких имплантов я не делала абсолютно, и слава Богу, оно как-то всё так сохранилось, она мне ещё сама говорила, как хорошо, что там вот зуб вот так вот, а если было вот так вот, то это всё, я вам его не спасла, надо было там и план ставить. А она спасала, наращивала, шурупы туда вставляла, в общем, как-то так всё удачно сложилось. Подреставрировала. Да, подреставрировала, удачно сложилось, поэтому я очень ей, конечно, благодарна, и всем теперь рассказываю, что, ребята, фрукты – это тоже кислота. Да, поэтому все фрукты – кислота, все фрукты – кислота. Почему? Потому что… Ну, в той или иной степени. В большей или меньшей степени, но в основном вот всё, что… Даже после арбуза у меня во рту кислота. Дыня, единственное, вот дыня, я её обожаю, дыня, сейчас хурма, вот после неё просто бомба, вот просто чудесно, да, и виноград, вот этот дамский пальчик, о котором я говорю, вот после него у меня нет кислоты. И причём я покупаю… вот говорю, и слюна пошла. Ах, ага. Да, да, и я покупаю только спилющее. А самое спилющее – это самое дешёвое, которое уже они считают продаваться на выброс. Да, 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 второй ссор. Да, то есть экономия по бюджету вообще шикарная, да. У меня летом вот недельный бюджет на моё питание тысяча рублей. Тысяча рублей. Я тебе верю, потому что мы это тоже проходили. Да, я когда говорю людям, говорю, люди… Ага. Какое колоссальное количество денег вы выбрасываете на ветер, в унитаз. Но вы же для этого ещё шипашите, как папа Карла, с утра до ночи. Да, да. А можно меньше попать и меньше тратить. Да, когда это время можно потратить там на семью, на какие-то другие дела, хобби, занятия, физкультуру и так далее, да. Поэтому вот насчёт зубов, вот такие вещи. Скажи, пожалуйста, сейчас ты как-то полощешь, не полощешь? Ничего не делаю. Только утром зубной порошок, там состав, ну, вообще три составляющие части, вот это я в эко-магазине беру. Они меня уже знают, потому что, по-моему, его никто не берет, кроме меня. И они даже помнят, который я в прошлый раз брала. Говорят, вы вот этот брали, может, вот этот возьмите, так интересно. Вот, только зубной порошок, всё, больше ничего. Или же я могу там… Ну, это просто ты чистишь там, ну, раз или два. Ну, я чищу по привычке, я могу и не чистить. Поняла. Ну, по привычке, потому что мне нравится этот мятный вкус, вот и всё. Или же там, когда я редко очень, но я люблю делать конфетки, не финики уже, ничего, там чистый шоколад идёт, иногда прилипает, это вот я просто щёткой с водой, больше ничего. Ага, ага. Вот. И сейчас, в принципе, всё нормализовалось, да? Всё, всё хорошо, всё чудесно, ничего не болит. Вот как она тебе отреставрировала. Да, кстати, причём до… У меня очень были воспалённые дёшна, очень воспалённые, да? И… А, вот я вот это хотела рассказать. И до вот этой врача была другая, потом она ушла, я попала к этой, которая мне уже полностью делала рот. И вот та врач мне сказала, ой-ой-ой, как у вас тут всё плохо, какие воспалённые, особенно верхние были. А вам надо проколоть. О, мне тоже кололи. Вот слушай. И я пошла на поводу, то есть я лекарство давным-давно, всё, ничего абсолютно, оно мне не нужно было. Да, да, да. Но как бы тут зубы, и что-то я думаю, ладно, проколю. Значит, я ходила через день, мне кололи, да, вот эти вот все дела. Да, да, да. Какое-то лекарство, не помню какое. Гадкое, да. А после этого такая была горечь во рту, безумие. Анимине не помню, я помню горечь, да, и как будто я выпила там нужно литра три этого лекарства. Да, да, да. Ну, в общем, как бы всё, и я так смотрела на свои дёшны, что они прям вот хорошенькие стали, прям розовенькие, всё-всё-всё-всё. Да, да, потом опять всё это возобновилось, вот пока я всё это вот не вычистила, не это самое. И ты спросила про кризы. Значит, и был у меня очень серьёзный криз. То есть, я вот это проколола, сколько-то там пачку, упаковку этих лекарств, не помню. Десять, почти. Ну, наверное, да. Или пять какие-то большие там были, уже не помню. И недели через две я просыпаюсь с дикой головной болью. Дичайшая головная боль, причём вот здесь, только вот здесь. И была жуткая тошнота. Жуткая. Я ничего не могла понять, причём это был выходной, я была в гостях, вокруг меня бегали, суетились, что со мной сделать. Я говорю, со мной ничего не надо делать, никаких. Мне предлагали лекарства, анальгин, аспирин, я говорю, ничего. В аптеку сходить. Мне, говорю, ничего не надо, всё пройдёт. То есть, я не могла лежать, я не могла сидеть, я просто ходила. Я ходила, ходила с этой головной болью. Абсолютно не пила? Ничего я не пила. Я ходила, ходила, мне была очень, очень сильная тошнота. Никакой нервоты, ничего, просто тошнота. И вот это было со мной вот с утра и где-то отпустила, я помню, часов в семь вечера. И потом, то есть, я не задавалась причиной, от чего это, почему сначала, а потом у меня всегда умные мысли приходят по утрам. И у меня такая мысль, это была просто элементарная интоксикация от лекарств. Да. Всё. Которые выбросились, вышли и отпустили. Да, да, вот всё. И причём, когда, и тогда, и до сих пор, когда я считаю, что я объелась, ну, того же самого винограда я объелась. Мой лучший помощник – это клизма. Многие её не принимают, многие её отвергают, многим говорят, что она не идёт, не идёт и не надо. Я её обожаю, я обожаю для меня сделать клизму, это вот 10 минут, 10 минут элементарно, и это совершенно другие ощущения. Это классно, это супер. То есть, в кишечнике вообще не должно ничего быть. Живот и кишечник должны быть пустые, всё. Тогда всё хорошо. Тогда у тебя будет вечный кайф. А когда у тебя там что-то лежит, это уже, это чувствуется, ощущается. Оно должно проходить. Вот, так что вот такой у меня был сильно очень криск. И, ну, это как бы тоже… Ну, естественно, в гостях ты не могла этого сделать, да? Ну, конечно, да, да, да. Я там просто ходила и это постановала. Ну, это тоже, кстати, когда ходишь, оно лучше, всё быстрее. Да, 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 да. Я помню, я лягу, и мне плохо, и мне плохо, да, да. Вот такой вот у меня был криск. А по волосам есть какие-то? По волосам ещё по глазам хотела сказать. По волосам, что хочу сказать. Раньше в молодости у меня была очень большая копна волос, но я её испортила ещё в те времена, то есть начала делать химию, все вот эти модные штуки, дрюки. У меня вот такие были, как у Анджелы Дэвис волосы. И я с тех времён их испортила. Я рано очень посидела, что-то там, ну, в 32 или что-то такое, да, очень рано посидела, и с тех времён я начала краситься. Я красилась, помню, хной, потом перешла на краски, то есть я полжизни была рыжая или там рыжего-коричневая, вот такого я цветовала. Вот, естественно, краски дают о себе знать, химия. Вот, и когда я перешла на сей и выбросила всю эту химию, я пыталась не краситься, я пыталась отпускать волосы. Отпускать у меня не получалось, потому что они росли медленно. Тонкие, сама волосина тонкая структура, да. И у меня копны такой не получалось, три пера, но мне это не нравилось. Вот, когда не красишься, седина вылазит очень сильно, вот. И я всё равно продолжала краситься. И моя приятница Уля когда-то, ну, она вообще ясновидящая, и у неё она видит свои прошлые жизни и вообще вот прошлое, что было на земле. И она мне рассказывала, что раньше, раньше, в те далёкие времена все люди были светлые. Светлые боги были светлые, тёмных волос не было. Светлые. И она, значит, говорила, что, ну, у неё русый обычный цвет волос, и она говорила, ой, как бы стать белой. Вот. Ну, она тоже, значит, краситься никак. Вот, может быть, перекисью выжигать. Я говорю, да ну, что ты, перестань. Ну, такой вот у нас был разговор, и она мне говорила, слушай, вот бы тебя тоже стать блондинкой, ты не хочешь? Я себя блондинкой вообще в жизни никогда не видела, и вообще… Не мыслила. Это не я. Вот. Я говорю, да ну, что ты, блондинка? Не, наверное, нет. Ты давай, а я, мол, как вот я стала такая вот коричневенькая, так я и буду. И со мной происходит такая интересная трансформация. Я обожаю море, каждый год я, естественно, на море. Вот. И когда я пришла на СЕ, то есть, раньше я обгорала, естественно. Раньше до одиннадцати цигель-цигель, ай-лю-лю, домой. Никакие в два, в три под солнцем – это безумие. Обязательно кепка, шляпа или чего-то. Парунчик. Да. Когда, значит, все эти дела со мной произошли, я стала обожать лето, я стала обожать солнце. Я очень долго смотрю на солнце, вообще не моргая, не мигая. Хоть оно в зените, хоть оно там, хоть оно где. Вот. И очень люблю загорать. То есть, я раньше любила загорать, а сейчас я просто, но я могу жариться и в два часа дня, и в три, и в пять, и в одиннадцать. Я просто лишь жарюсь. Я не сгораю. У меня обалденно красивый ровный загар, и причем я там могу загорать. Даже у нас в Ростове просто хожу на гремучку, на источник, да. И у друзей во дворе я загораю галышом, и когда меня кто-то встречает, говорит, о, какой у тебя классный загар. Ты была в Средиземноморье? Я говорю, не можешь, не поверишь, в Ростове. На заднем дворе. Где в Ростове? Как? Ну, вот так. Просто по-другому я читала, пигментация как-то работает. Да, да, да. Загар совершенно другой, ровный. Вот. Так и вот. И я поехала чудным образом на море. Там вот именно я лежала в два и в три дня, жарилась ни под каким ни зонтом, ни в палатке, и я выгорела. Волос. Да, я очень много плаваю, хорошо и много, и далеко, и долго, да. То есть, естественно, и отражение с водой. Да. Вот. Я просто выгорела. И когда я себя увидела, я обалдела. Думаю, надо же, глянь, как интересно. И пришла к своему мастеру подстричься, она мне когда увидела, говорит, Вика, вот это да, как классно. Ты что с собой сделала? Я говорю, не поверишь, выгорела. Как удобно. Да, да, да. И она мне сказала, слушай, оставайся такой. Ну, естественно, потом стали корни лезть. Ну, да. В общем, сейчас единственное, что я оставила, я, конечно, иногда так страдаю от этого, ну, не сильно. Угу. Я искала краски, там, натуральные, все, но оно… Не то. Не то. Оно и бесполезное. Нет. И причем я просто корни закрашиваю, там, минут 20 держу на корнях. А здесь я просто намазала и смыла, все. Я не держу долго. Да. И когда я прихожу в очередной постриганство к Тане, она говорит, слушай, вот интересно. Вот даже захочешь вот такого тона, я бы не смогла сделать, подобрать. Представляешь, как интересно. То есть даже краска потрудилась. То есть солнце надо мной вот потрудилась вот так, понимаешь. И я пришла в магазин, сейчас же вообще мир ведет. Вот что захочешь, вот приходишь в магазин, на тебе. Вот оно. Вот. Это захочешь, на тебе. Хочешь, бери, на. Бери, все твое, да. Вот. И когда вот Таня мне сказала, что только надо подобрать краску вот в том тебе. Ага. И вот она мне сказала, я в этот же день захожу в магазин, я прихожу, на меня смотрит девушка, говорит, я знаю, что вам нужно. И дает мне эту краску. И потом я прихожу к Тане, мастер, она говорит, слушай, ну надо же, как подобрать вот тон в тон. Слушай, говорит, ну она всю жизнь работает. И говорит, удивительно, говорит, я бы даже не смогла так. Я говорю, ну Таня, ну вот так. Ну то есть вот волосы вот так не лезут. Нет. Но они немножко лезут сейчас вот именно после краски. Сильно вот, как говорят, там пачками. На переходе. На переходе ниже. Нет, нет. У меня не было такого вот. Чем ты знаешь? На это самое. Ты знаешь, был период, я все перебробовала, естественно, как все. И овсяная мука, и ржаная мука, и сода, и горчица. Я высушила так волосы, что опять же я пришла к мастеру, она сказала, у меня были жирные, до сыроедения мои жирнющие волосы, жирнющие, прям масляные. Вот я их высушила так, она сказала, боже, что ты сделала. То есть надо было стричься вот капитально и коротко, все это состригать. Вот я высушила, я решила экспериментами такими больше не заниматься. Я искала-искала всякие разные шампуни. Был у меня шампунь, тайский шампунь, именно из Тая. Вот. Ну и как-то я давно его перестала заказывать. Вот. Просто в нашем эко-магазине, по-моему, эко так и называется, московская фирма, вот оно чисто на маслах. Понятно. Там чисто масла, ничего никакой там химии нет абсолютно, ничего этого нет абсолютно. Вот чистые масла и после шампуня такой спрейчик тоже с маслом, чуть-чуть вот. И блеск, то есть я их очень высушила, поэтому я их восстанавливаю структуру как бы вот так. Ну и вот я же говорю, лезть они не лезут. Сильно вот так, что бывает у нас сыроедение, особенно мужчин, я знаю, что очень сильно начинают расти волосы. Прям очень сильно. И зарастают лысины, я знаю, таких людей мне рассказывали. У меня вот так, чтобы сильно росли, не было такого. Ну и не выпадали. Ну да. Что тоже хорошо. Скорее всего это все-таки химия, окраска. Насчет глаз хотела сказать. До сыроедения, буквально там года два, у меня уже были очки, у меня, я не помню, был минус или плюс, я не помню чего. Ну для чтения? Ну что-то у меня было, потому что я по вечерам вообще уже не могла смотреть вообще ни в компьютер, ни в телефон, я вообще не могла смотреть. У меня была пелена, у меня очень резали глаза, я уже что-то туда не капала. Вот. И я по вечерам, то есть я днем ходила без очков, а именно для смотрения в компьютер чтения у меня были очки уже, да. То есть я и днем их одевала. Вот. А вечером только с ними. Вот. Вот буквально, я помню, я перешла на СЕ, вот буквально там месяца два и я их выбросила. Просто выбросила в мусорник. Ты не делала никаких упражнений, просто именно за счет прочистки видимых сосудов? Ничего я не делала, я ничего не делала, очистка сосудов элементарно, все. И так ты без очков? У меня очков нет, я не ношу солнцезащитные, потому что я их, ну не приемлю я их, они мне не нужны, я наоборот смотрю на солнце. Да. И такой интересный был случай, я опять же в очередной раз там приехала к маме к своей, в гости, и она мне, что-то мы с ней разговариваем, и она дает какую-то газету там лечет, она почитает. Я беру, и она машинально мне протягивает, ну у нее там куча очков, она мне машинально протягивает, а я говорю, чего? Она, ну очки тебе ж нужны, я говорю, не, мне очки не нужны. Она была, она как, ты читаешь без очков? Неприлично в твоем возрасте читать без очков. Ну то есть вот такой был случай, я говорю, да я читаю без очков, до сих пор у меня ничего нет, ни очков, ничего, я все прекрасно вижу, и все как бы чудесно. Супер. Ну смотри, значит, очень любят спрашивать, расскажите свой примерный рацион дня, я так понимаю. Расскажу, сразу говори мне все вопросы. Что там осталось? Что я ем еще? Пьешь ли воду? А, про воду. Да, сколько, если можно, как-то ее ехать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова